Здравствуйте, дорогие друзья, садоводы и огородники! Я вас всех приглашаю к себе на канал Восадули в огороде и к себе на кухню. И сегодня мы с вами будем готовить очень вкусное пирожное, которое называется Березовая полена. Что нам понадобится для этого пирожного? Нам понадобится с вами 400 грамм печенья. К печенью я взяла топленое молоко. Нам понадобится баночка сгущенного молока, 150 грамм сливочного масла. Сливочное масло должно быть комнатной температуры. Поэтому заранее его нужно достать из холодильника. Нам понадобится с вами какао-порошок, сахарная пудра, изюм или орехи. А можно и изюм, и орехи. Ну что ж, пожалуй, мы сейчас с вами приступим. А и один белок, и один белок. Ну что ж, пожалуй, мы приступим. 400 грамм печенья мы должны с вами измельчить. Но не в блендере и не в комбайне. Потому что у нас с вами должны быть небольшие такие кусочки. Поэтому я вот использую вот такую толпушку. Измельчили наше печенье. Вот такое оно должно у нас с вами получиться. Теперь мы сюда, в это печенье, что делаем? Добавляем банку сгущенки и 150 грамм сливочного масла. Сливочное масло стараемся с вами вот так вот маленькими кусочками и добавлять небольшими порциями. И все тщательно перемешиваем. Можно сделать намного-намного проще. Заранее масло перемешать со сгущенкой. И потом эту массу перемешать можно при помощи миксера. И потом эту массу добавить в печенье. Это намного, конечно, вам будет проще. Теперь в эту массу мы должны с вами добавить 1 столовую ложку какао. То есть ничего сложного нет. Вы как бы скажете, да? Кто называет это муравейник? По-разному называют. Но смысл в том, что очень потом интересное оформление. Теперь мы с вами добавляем изюм. Изюм я предварительно запарила его. Потом у меня вода стекла. И мы с вами добавляем изюм вот в наше полено. Это могут быть орехи. Теперь мы должны с вами сформировать наше полено. Берем обычный целлофановый пакет. Вот так. И выкладываем. Теперь мы должны с вами сформировать наше полено. Ну, без рук никак не обойтись вам. Вот. Мы формируем вот так полено. При помощи пакета. Так удобнее его формировать. Наше полено с вами готово. Теперь мы должны приукрасить его. Придать ему вид, чтобы оно было более похоже на полено. Для этого мы берем один белок с вами, миксер и сахарную пудру. Мы с вами должны будем взбить белок. Взбить белок хорошо. Белок, чтобы хорошо взбивался, он должен быть охлажденным. Сначала мы с вами начинаем взбивать на маленькой скорости белок. И пена в скорость добавляем. Мы должны его взбить в крепкую белую пену. Вот у нас получилось. Посмотрите, вот такая вот пена. Она никуда не девается, не льется. Теперь мы должны с вами будем постепенно добавлять сахарную пудру. Добавляем небольшими порциями. Я это делаю чайной ложкой. И продолжаем взбивать. В нашу вот эту вот помадочку мы должны добавить с вами немножко лимонной кислоты. Для чего? Это может быть в принципе и сок лимона. Для того, чтобы она хорошо схватилась на нашем полене. Вот прям добавляю примерно вот. Ну, сейчас покажу, чтобы вам было наглядно. Прям вот чуть-чуть, вот чуть-чуть совсем, щепотку добавляем и перемешиваем. Эту помадку, которую мы сейчас с вами приготовили для нашего полена, я ее использую и для пасхальных куличей. Она тоже очень подходит. Вот теперь мы должны наше полено с вами, оно уже березовое, и мы должны его покрасить обязательно в белый цвет. То есть нанести вот эту помадку, чтобы наше полено с вами было белым. А теперь мы должны изобразить наше полено. То есть маком аккуратно вот так наносим, как будто это березовое полено. Вот делаем вот такое с вами оформление. Вот и готово наше полено. Вы посмотрите, какое оригинальное решение обычной колбаски из печенья. Это как бы целый тортик. Его можно подать на праздничный стол. Это очень-очень вкусная сладость. Можно еще, я маленькое даю дополнение, можно сгущенку заменить творогом. Это тоже очень-очень вкусно. Можно сделать творог, печенье и все, и сливочное масло, как обычно. Только сначала вы смешаете творог со сливочным маслом. То есть решений очень много. Смысл именно вот в этой помадке и в этом оформлении. Ну что ж, пора прощаться. С вами была Юлия Меняева на своем канале Высадули в огороде. Приятного чаепития. Пока!